Кирилл Богданович «О государстве и демократии» Подзаголовок «О смыслах слов» Вместо предисловия «Управляя смыслами слов, управляешь людьми» Начиная с конца XIX – начала XX века Наиболее эффективным приемом управления людьми Становится трансформация традиционных норм И представлений людей о нормах жизни И окружающем их мире Путем подмены понятий, основных положений И норм человеческого общежития В результате большая часть используемых сейчас В западной политике и политологии терминов Сознательно извращены до потери своего смысла И в нарушении элементарной профессиональной этики Используются как инструмент формирования мифологем Обосновывающих правильность и закономерности Существующих форм государственности И практики их функционирования Рассмотрим реальное смысловое наполнение Ряда базовых терминов Используемых при описании Государственного устройства Функционирования государств и обществ Вот они Суверенитет Демократия Демократическое государство Свобода Свобода слова Равенство Народ Нация Либеральные и демократические нормы Нормы либеральной демократии В кавычках Международное законодательство В кавычках Его влияние на внутригосударственные проблемы Существенное то, что любые абстрактные символы А именно к ним относятся провозглашаемые во всех европейских конституциях Права граждан В кавычках Получают у каждого народа свое смысловое наполнение В соответствии с их историческим опытом Культурой И сформированной системой восприятия мира Это не составляет проблему в сложившихся европейских государствах С населением, принадлежащим к одной цивилизационной или этнокультурной группе Они однозначно понимают комплекс граничных условий Связанный с каждым правом Даже если он не зафиксирован в законе Для того, чтобы понять, какие здесь возникают проблемы Попробуйте мысленно объяснить Зулусу Что такое французский конституционный принцип Свобода, равенство и братство В котором свобода, но только в рамках законов Равенство, но только перед судом И братство лишь перед лицом внешней агрессии То есть всеобщая воинская повинность Подзаголовок Суверенитет Суверенитет – это термин, обозначающий абсолютную Неподконтрольную никакой внешней силе Власть на определенной территории Обеспечение суверенитета порождает государство А государство, его структуры и мощь Являются необходимым условием сохранения суверенитета При этом суверенитет есть критически важный признак государства Нет суверенитета – нет и государства Жан Боден, сформулировавший понятие суверенитета Утверждал в 1576 году, что право государя или суверенитет Есть наивысшая, абсолютная и вечная власть Над гражданами и субъектами сообщества Таким образом, суверенитет определен как источник закона Следовательно, он выше закона У этого есть важнейшее следствие Сама идея суверенитета Исключает по определению возможность существования Международных и наднациональных законов Ибо, если кто-то или что-то Кто может сформулировать и навязать закон для данной территории То он и есть ее суверен Государство определяется как нечто, обладающее суверенитетом В соответствии с главенствующим международным законом Конвенции о правах и обязанностях государств Конвенция Монтевидео Признаком государств является суверенитет Который заключается в безусловном контроле над территорией Населением, наличием независимых органов управления Способностью не допускать чужого влияния на своей территории Согласно международному праву Политическое существование государства Не зависит от его признания в кавычках Другими государствами Исторический институт признания в кавычках Одного государства другим Означал только одно Отсутствие территориальных претензий Для государств, не имеющих общих границ и спорных территорий Признание в кавычках государства Означает только готовность установить Полноценные межгосударственные отношения В соответствии с Венским протоколом Подзаголовок Суверенитет и демократическое государство Левыми и либералами Внедряется версия нормативной политической теории Объясняющей саму концепцию государства Как суверена Избыточным и даже вредоносным продуктом Антропоморфизма и конструктивизма Точка зрения, например, Фридриха фон Хайека Или идеологемой тех, кто узурпировал власть Как считали анархисты, часть марксистов, постмодернисты В духе Мишеля Фуко Либеральные политики и политологи Преднамеренно подменяют сущность Политического термина демократия Используя этот термин и его производные Для характеристики норм, действий И отношений в обществе Не имеющих ничего общего с демократией Как системой государственного устройства В Европе в XVII веке Вне всякой связи с описанием Типа государственного устройства Сложилась и вошла в обиход Пара понятий Аристократический, демократический В ней прилагательное Демократический Подменяло слово Простонародный Но было намного красивее В кавычках Что в век куртуазности Было просто необходимо При этом термин Демократический Был воспроизведен От греческого слова Демос В ошибочно принятом значении Народ В то время Прилагательное Демократический Означало всего лишь Принадлежащий Третьему сословию Термин использовался Как противопоставление Аристократическому В кавычках Как характеристики Норм и поведения Элитарной группы Общества того времени Короля и высшего дворянства В первую очередь Это касалось Манеры поведения Манеры одеваться Формы головных уборов Высоты и цвета каблуков Впоследствии Этот термин Был распространен И на другие аспекты Жизни общества В том числе На политическую жизнь При использовании В области политики Этот термин В значении Манер Вытесняет Подлинное значение Термина Демократия И служит Основой для Манипуляций С политическими Смыслами Так Государства В которых Высшая власть Формируется На основании Той или иной Процедуры выборов Принято называть Демократиями Что неверно И более того Это положение Является Инструментом Дезориентации Граждан И препятствования Созданию Демократического Государства Во-первых Данное определение Является Недостаточным Ибо в рамках Так определяемой Группы государств Оказываются Страны С принципиально Разными Моделями Государственности И данное Определение Не дает Возможности Понять Факторы Этого Разнообразия Форум Во-вторых Анализ Показывает Что Констатация Факта Что Формирование Власти В государстве Осуществляемое Путем Выборов Не несет В себе Никакой Позитивной Определяющей Сущность Государства И власти В нем Информации Кроме Отрицания Это не Монархия Не Теократия И так далее В-третьих Исторически Процедура Формирования Власти Путем Выборов Присуща Самым Различным Формам Организации Власти Начнем с того Что Эта процедура Применялась У примитивных Племен Находящихся На стадии До разложения Их родоплеменной Организации Во времена Первых Династий Избирались Даже фараоны Древнего Египта В некоторых Монархических Государствах Избирались Верховные Правители Короли В Польше Или Императоры Священной Римской Империи И так далее Папу Римского Который Имеет Ипостась Руководителя Государства Ватикан Выбирают Но это Не делает Римско-католическую Церковь Демократической Организацией А Ватикан Демократической Республикой Это Теократия Яркий Пример Эталон И оплот Европейского Либерализма И так называемой Европейской Демократии Великобритания Как государство Является Монархией В которой Власть Монарха Ограничена Договором Монарха С парламентом Который Юридически Может быть Изменен Или даже Аннулирован В любой момент Парламент Соединенного Королевства Великобритании И Северной Ирландии Это Результат Эволюции Ранее Существовавшего Королевского Совета Англосаксонского Витенагимота Осуществленный Путем Расширения Его состава По британскому Закону Носителем Суверенитета Великобритании Является Не парламент А Королева В парламенте Дословно Корона В парламенте Государственное Устройство Великобритании Принципиально Не менялось Со времен Средневековья Одно Это Уже С исчерпывающей Ясностью Свидетельствует О том Что Используемый При характеристике Великобритании Термин Демократия Не имеет Никакого Отношения К характеристике Государственности Страны Это Нечто Другое В случае Великобритании И большинства Европейских Стран Это Характеристика Нравов И внешних Норм Поведения Анализ Показывает Что Определяющим Базовую Характеристику Государства Является Ответ На вопрос Кто В государстве Является Носителем Суверенитета Все Остальные Характеристики Производны И Дополнительны Демократическим Является Только То Государство В котором Суверенитет Принадлежит Полноправному Ответственному Гражданину Государство В котором Полномочия Государства Его Аппарата И органов Возникают Как Средство Добровольного Делегирования Им Гражданами Части Их Суверенных Прав В объемах И формах Установленных Гражданами При этом В демократическом Государстве Правом Формировать Власть Влиять На нее Определяя Нормы Жизни Государства И общества Обладают Только те Кто может И готов Нести Адекватные Права Обязанности И повинности Кто соответствует Установленным Сообществом Граждан Критерием Антиподом Демократических Государств Являются Государства В которых Носителем Суверенитета Является Монарх Или Иной Государственный Орган Или Даже Такая Абстракция Как Государство Назовем Их Автократиями Ярким Примером Является Большинство Европейских Государств Государственность Европейских Стран Сформировалось В эпоху Абсолютизма В качестве Личного Лена Короля Носителя Суверенитета Обладавшего Абсолютными Суверенными Правами Над всей Территорией И подданными Равными В своем Бесправии Перед ним Тогда же Сформировалась В Европе Система Взаимоотношений Суверенов Призванная Покончить Взаимной Войной За троны Названная Вестфальской Происшедшие В Европе Революции Не изменили Базовых Соотношений В государстве А привели К замене Персонализированного Суверена Абстрактным Государством С временными Выборными Персоналиями Во власти Этот переход Вызвал Феномен Роста Власти Государственной Бюрократии Играющей Постоянно Возрастающую Роль В жизни Государства Диктующей Подданным Все более Жесткие Нормы Регламентирующие Их жизнь И деятельность Наличие Государства Суверена Не могло Не вызвать Противостояния Между ним И подданными Которые Добивались Ограничения Прав Суверена И самое Главное Гарантии Защиты От его Произвола Это движение Привело К созданию Современного Политического Устройства Европейских Государств С их Изощренной Системой Институционных И бюрократических Норм Ограничивающих Произвол Суверена Но Наделяющих Реальной Властью Не подданных А государственную Бюрократию Идеологическим Обоснованием Этого Движения Стал европейский Либерализм Отточивший За века Борьбы С сувереном Свою Идеологию И технологию Действия Согласно Определению Либералов Либерализм От латинского Слова Либералис Свободный По прямому Смыслу Свободомыслие Вольнодумство Это Политическая Идеология Обосновывающая Процесс Обособления И становления Самостоятельного Индивида Ставящая В центр Внимания Защиту Его Естественных Прав И свобод От вмешательства Властей Конец Цитаты Лучше всего О либерализме Говорят Сами Либералы Например Б. Кроча Либеральная Концепция Метаполитическая Выходящая За рамки Формальной Теории Политики А также В определенном Смысле Этики И совпадающая С общим Пониманием Мира И действительности Это Система Воззрений И концепций В отношении Окружающего Мира Тип Сознания И политика Идеологических Ориентаций И установок Которые Не всегда Ассоциируются С конкретными Политическими Партиями Или Политическим Курсом Это Одновременно Теория Доктрина Программа И политическая Практика Источник Короче Б. Антология Сочинений По философии Москва 1999 Год Обратите Внимание Тут все Одновременно И вместе В кавычках И как следствие В каждом Отдельном Случае Термин Будет означать Что угодно Иное Характерно Как сами Либералы Определяют В своих Учебниках Либеральную Демократию Согласно Им Либеральная Демократия Это Полиархия Правящих Элит Общества Интересно Насколько Это похоже На концепцию Власти Аристократии Духа Меритократии Которая Определяется Как власть Лучших Полиархия Совместное Властвование Первоначально Соправление Двух Царей В отличие От монархии Если Отбросить Словесную Шелуху То Это Идеал Еще Касты Египетских Жрецов Мечтавших Манипулировать Обществом Прячась За спиной Фараона Будучи Движением Направленным На ограничение Существующей Системы Высшей Власти Либерализм Не ориентирован На ее Принципиальное Изменение И Не дееспособен Вне системы Государства Суверена Он Тормоз Аниматор Государственной Системы В силу Этого Либерализм Лишен Конструктивного Начала Своей Модели Государственности Идеал Либерализма Просвещенный Либеральный Абсолютизм А не Демократия Не может Просвещенный Либерал Носитель Абсолютного Знания О Добродетелях В кавычках Считаться С мнением Какого-либо Гражданина Не разделяющего Либеральную Доктрину То есть Недочеловека В кавычках Принципиально Важной Особенностью Политического Либерализма Является Его Внутренняя Установка На противостояние Подданных С государством На поддержку Перманентной Войны Подданных С государством В силу этого При ослаблении Государства Либерализм Начинает Играть Деструктивную Разрушительную Роль Он Уничтожает Национальное Государство И его Общество Уничтожая Социальные Национально-культурные И общественные Системы Которые Обеспечивают Человеческую Среду Подданных Этих Государств Результатом Является Атомизация Подданных Превращение Их В совокупность Управляемых Индивидов Неспособных Противостоять Бюрократической Системе Это Приводит К установлению Режима Власти Бесконечно Далекого От провозглашаемых Целей Либерализма Либерализм Как реальный Социально-экономический Механизм Эта система Чрезвычайно Жестокая Он Объективно Ставит Людей В положение Постоянной Жестокой Борьбы За существование Друг с другом В условия Борьбы За выживание В сложных Условиях Либерализм Не дает Ответа На преодоление Этой своей Особенности Он Лишь Предупреждает Правящую Элиту Что Пренебрежение Интересами Слабых В кавычках Членов Общества Безоглядная Погоня За успехом Выраженным В деньгах Подрывает Базу Этого Успеха Поскольку Стимулирует Сопротивление Со стороны Слабых В кавычках Либералы Боятся Что Вчерашние Слабые В кавычках Получив Контроль Над государственными И общественными Институтами Смогут Стать Сильными В кавычках Но Уже Не Исповедующими Либеральную Доктрину Подзаголовок Понятие Свобода Самое Демагогически Используемое В политике И политологии Понятие Это Свобода При этом Оно Почти всегда Полностью Извращается Когда речь Идет О правах Человека Живущего В обществе На самом деле Право Каждого Человека Делать И говорить Все Что Он Хочет Это Не Свобода Это Нечто Иное В В России Это Состояние Отсутствия Всяких Ограничений Для Человека Его Возможность Делать Что Угодно Не Считая С Ни С Кем И Ни С Чем Называется Воля В английском Еще 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 Более Выразитель Дикая Природа На Уровне Демагогии Все Прекрасно Проблема В том Что Воля В кавычках Реального Человека Принципиально Нереально В обществе Так как Аналогичная Воля В кавычках Других Ограничивает Волю Каждого Что Ведет К Неизбежным Столкновениям Во имя Защиты Воли Столкновения Эти Разрешаются Насилием О законе Речи Ти не Может Так как Любой Закон Это Наличие Ограничений Что Несовместимо С Волей Общество В котором Все Держится На Тотальном Насилии Всех Над Всеми Единственная Возможная Форма Реализации Воли Либералы Утверждают Что Свобода Это Право Каждого Человека Делать И Говорить Все Что Он Хочет Если Это Соответствует Либеральной Доктрине И Целям Либерализма В этом Либерализм Реально Не Отличается От Коммунистической Доктрины Которая Давала Полную Свободу Действий И Слов В Соответствии С Решениями Партии В Демократическом Обществе Которая Отвергает Демократическом Демократическом Нормы Воли В кавычках Для себя И Жесткие Ограничения Для своих Противников Подзаголовок Понятие Равенства Аналогичная Система Искажения Характерна Для понятия Равенства Как якобы Основного Свойства Демократии Необходимо Четко Различать Идею Равенства Всех Перед Законами Установленными Гражданами В соответствии С утвержденными Ими Критериями Нормами И процедурой Юридическое Равенство И Равенство Право Влиять На государство На жизнь Других Людей Далее Называемое Политическое Равенство В классической Греции Откуда пришел Сам термин Демократия Общество В интересующем Нас Аспекте Состояло Из следующих Групп Резидентов Государства Описание Дано В современной Трактовке Резиденты Совокупность Всех Лиц Постоянно Находящихся На территории Государства На законных Основаниях Демос Совокупность Всех Лично Свободных Лиц Резидентов Государства Имеющих Право Формировать Власть Неся При этом Ответственность И гражданские Повинности За эти Решения Обязанность Участвовать В управлении Государством Платить Налоги Деньгами И своей Кровью Участвовать В войнах Высшее Наказание Для членов Демоса Не смерть А изгнание Из полиса Охлос Совокупность Всех Лиц Резидентов Государства Рабы Метоки Периэки И другие Категории Населения Не имеющие Право Формировать Власть Так как Они Не могут Или Не способны Всего Самых Разных Причин Нести Гражданские Повинности Особую Группу Демоса Составляли Идиоты Совокупность Лиц Формально Имеющих Права Члена Демоса Но добровольно Отказывающиеся От участия В политической Жизни В реализации Права Формирования Власти И связанной С этим Ответственности В классической Греции Идиотизм Был наказуем По закону Идиотов В кавычках Могли даже Выгнать Из государства Для граждан Греческого Мира Взаимосвязь Гражданских Прав И обязанностей Была Абсолютно Естественна Демос Был обязан Защищать Страну С оружием В руках Содержать И обеспечивать Нормальное Финансирование Государственных Нужд Это было Условием Выживания Страны И ее Граждан Для греческой Демократии Было Непреложно Положение О том Что равными Правами Могли Обладать Только те Кто нес Равные Обязательства И повинности Идея Абсолютного Политического Равенства В кавычках Не обусловленного Никакими Обязанностями И условиями Возникает В рамках Жестко Централизованного Государства Суверена Европейские Абсолютные Монархии Естественным Рефлексивным Путем В таком Государстве Подчинение Суверену Абсолютно Все подданные Равны В своем Бесправии Перед Сувереном Как Отрицание Такого Неприемлемого Равенства В кавычках В бесправии Возникает Демагогическая Идея Абсолютного Политического Равенства В кавычках В правах Идея Абсолютного Политического Равенства Не обусловленного Никакими Обязанностями И условиями Является Идеологическим Обоснованием Власти Бюрократии В государстве Суверене Идея Политического Равенства Всех Резидентов Государства Вне Зависимости От их Вклада В развитие Государства Равносильно Идея Равенства Цен Всех Товаров Последняя Идея Имеет Право На существование Только в Условиях Отсутствия Цены На товар Что может Быть Результатом Только Отсутствия Спроса На него Аналогично Абсолютное Политическое Равенство В кавычках Возможно Только в Случае Если Оно Ничего Не Предопределяет Подзаголовок Понятие О правах Человека Вся Система Либеральной Демагогии Построена На спекуляции Правами Человека В кавычках В основе Которых Лежат Общечеловеческие Ценности В кавычках Либералы Утверждают Что Общечеловеческие Ценности Имеют Статус Высшего Нравственного Закона И должны Стоять Над Ценностями Той Или Иной Культуры Или Законов Государства При этом Что такое Общечеловеческие Ценности Либералов Не знают Даже Либералы Понятие Общечеловеческие Ценности Зародилось В рамках Мировоззрения Либералов Которым Захотелось Отказаться От Торы Библии Как базы Общества Их попытки Найти Ценности Не являющиеся Калькой Норм Восходящих К Торе Которые Могли бы Считаться Общечеловеческими Сводятся К громоздким Но ничего Не значащим Декларациям Сила Либерального Подхода В том Что термин Нигде Четко Не определен А потому Никто Не может Знать И представлять Что же Это Такое Обозначить То Что эти Ценности Из себя Представляют И почему Они должны Считаться Общечеловеческими Либералы Категорически Отказываются Всех Задающих Этот вопрос Они Обзывают Демагогами Любому Неангажированному Человеку Ясно Что их Нет И не может Быть Поскольку Каждая Культура Уникальна И даже Отношение К таким Казалось бы Универсальным Понятиям Как Любовь Дружба Семья Воспитание Детей И тому Подобное У людей Разных Национальностей Разных Вероисповеданий Различное Различное И отношение К ценности Человеческой Жизни Родителей Жен И невест Погибших Шахидов Как известно Не утешают А поздравляют Понятие Общечеловеческие Ценности Стало Одной Из основ Либерального Мировоззрения В самом Термине Уже Заложено Представление Об универсальности И непреложности Базирующихся На этой Основе Положений Либеральное Мировоззрение Основывается На том Что Общечеловеческие Ценности Существуют Объективно Либералы Исходят Из того Что можно Установить Прямую Связь Между Представлением О существовании Общечеловеческих Ценностей И категорическим Императивом Канта Как одной Из основ Либерального Мировоззрения Другими Словами Этическое Учение Канта Стало Основой Появления Представления О возможности Существования Некоего Всеобщего Универсального Нравственного Закона Другого Основания Нет Напомним Определение Категорического Императива Поступай Только согласно Такой Максиме Руководствуя С которой Ты в то же Время Можешь пожелать Чтобы она Стала Всеобщим Законом Конец Цитаты Либо Можно привести Еще одну Формулировку Этого Определения Поступай Так Как если бы Максима Твоего Поступка Посредством Твоей Воли Должна Была Стать Всеобщим Законом Природы Конец Цитаты В этих Формулировках Содержится Уверенность Либералов Что их Воззрения Являются Объективными Законами Человеческого Бытия Для Либерализма Также важно Представление О субъекте Действия О субъекте Свободы Как о разумном Существе Именно Для Разумной Личности Возможно Установление Нормы Категорический Императив Есть Идея Воли Каждого Разумного Существа Как воли Устанавливающей Всеобщие Законы Нечто Подобное Есть В словах Русского Либерала Б.Н. Чичерина Все Все Значение Человеческой Личности И Вытекающих Из нее Прав Основано На том Что Человек Есть Существо Разумно Свободное Которое Носит В себе Сознание Верховного Нравственного Закона И в силу Свободной Своей Воли Способно Действовать По Представлению Долга Абсолютное Значение Закона Дает Абсолютное Значение И Человеческой Личности Его Сознающей Отнимите У человека Это Сознание Он Становится Наряду С животными Которые Повинуются Влечением И не имеют Прав К ним Можно иметь Привязанность Сострадание А не Уважение Потому Что В них Нет Бесконечного Элемента Составляющего Достоинства Человека Конец Цитаты Как мы видим Из этого Фрагмента Само Представление Либерала О человеке То есть О существе Имеющем Права Рассматриваемом Как субъект Свободы Базируется На признании Этим Субъектом Некоторого Высшего Морального Закона То есть Человек Имеющий Иную Точку Зрения Посему Философскому Вопросу Для Либерала Не Человек В кавычках Или Недочеловек В кавычках При этом Общечеловеческие Ценности Как и Категорический Императив Имеют Только Форму А именно Требование Чтобы Субъект Действия Совершая Тот Или иной Поступок Задумывался Задумывался Над тем Соответствует Ли этот Поступок Всеобщему Нравственному Закону Но Не имеют Содержания То есть Нигде Не говорится Каким Именно Должен Быть Этот Закон Право Определять Законосообразность Своего Действия Предоставляется Свободной Личности А Личность Становится Свободной Только Тогда Когда Признает Высший Нравственный Закон То есть Истинность Подтверждается Тавтологией Либералы Утверждают Что Общечеловеческие Ценности Получая Статус Высшего Нравственного Закона Должны Стоять Над Ценностями Той Или иной Культуры А Вытекающие Из них Права Человека В кавычках Выше Всех Прав И Законов Государств Более Того С позиции Либерализма Соответствие Законов Государств Правам Человека Является Критерием Легитимности Законов Государств Так Либералы Генерируют Свою Идеальную Картину Мира Не Останавливаясь Перед Извращением Сути Понятий Понятие О правах Во всех Случаях Имеет Смысл Только В рамках Правовой Системы Правовая Система Это Продукт Законов Государства То есть Понятие О правах Человека Вне Контекста Правовой Системы Конкретного Государства Бессмысленная И безграмотная Спекуляция Это То Чего Нет Положение О том Что Права Человека В кавычках Выше Всех Иных Прав И Законов Государств Выводит Эти Так Называем Права Из Законодательного Поля Законы Это Продукты Деятельности Государства Это При Демократии Сформулированная Воля Граждан Избирателей Законы В кавычках Не Принятые Носителями Суверенитета Силы Не Имеют По Определению Того Чем Является Закон То Что Усиленно Называется Международными Законами Законами Не Является Любые Акты Такого Рода Это Межгосударственные Соглашения Из Которых В соответствии С нормами Международного Права В кавычках Любой Участник Всегда Может Выйти Неотъемлемым Признаком Закона Является Его Обязательность И наличие Механизма Принуждения К исполнению Закона Автоматически Работающего В случае Констатации Нарушения Закона В случае Межгосударственных Соглашений Такой Механизм По Определению Отсутствует Соответственно Единственный Вариант Придания Международной Норме Силы Закона Это Имплементация Включение Этой Нормы В законодательную Базу Национального Государства Имплементация Осуществляется Путем Утверждения Международной Нормы В полномочном Законодательном Органе Власти Каждой Страны При этом Международная Норма Может быть Отвергнута Частично Или Полностью Свою Правовую Силу Международная Норма В кавычках Обретает Только как Принятая Часть Собственного Законодательства Каждой Страны Соответственно Не может Быть Речи О том Что Некие Документы Именуемые Международные Законы Имеют Статус Выше Национального Законодательства И обязательны Для всех Стран Вне Зависимости От их Национального Законодательства Второй Момент Связан С тем Что Любая Правовая Норма Должна Содержать Четкое И Однозначное Определение Субъекта Регулирования Проблема В том Что Единственный Уровень На котором Понятие Человек Имеет Содержательный Смысл В либеральной Доктрине Соответствующей Ее Претензиям На глобальность И абсолютную Универсальность Применения Это Биологический Человек Реальный Действует В первую Очередь В социальной Среде Которую Он Совместно С остальными Членами Общества Формирует И которая Определяет Условия И нормы Его Жизни Его Самого Понятно Что Использование Норм Субъект Регулирования Которых Определен На биологическом Уровне Для регулирования Разнообразных Человеческих Норм Порожденных Социальной Средой Невозможно А их Насильственное Внедрение Не может Не вести К разрушительному Кризису Показательно Что в ряде Стран Либералы Уже требуют Распространить На животных Нормы Прав Человека Недавно Франциско Герридо Член Парламента Испании Призывал Правительство Цитата Объявить О своей Приверженности Проекту Высших Приматов И принять Любые Необходимые Меры На международных Форумах И в международных Организациях Для защиты Их Неотъемлемых Прав Конец Цитаты Это Это требование Вызвало Жесткую Полемику В либеральных Кругах И критику Франциско Герридо Наиболее Продвинутые Либералы Заявляют Что Недостаточно Предоставить Права Человека Одним Лишь Высшим Приматам Они Утверждают Что Нет Никакой Здравой Моральной Причины Почему Обладание Основными Правами Должно Сводиться К членам Одного Вида То есть Речь идет О муравьях Змеях И прочей Живности Что Вполне Логично Для либеральной Доктрины В рамках Которой Человек Определен На животном Уровне На этом Уровне Для либерала Разница Между Человеком И термитом Несущественна Подзаголовок О нациях Народах И населении Государств Большинство Европейских Языков Отражают То Насколько Феодальным Государством И обществу Европы А также Впоследствии Возникшим На их основе Суверенным Европейским Государством В кавычках Было чуждо Понимание Механизмов Формирования Различных Гражданских Сообществ И их Государств В этих Языках Одно и то же Слово Нация Которое Восходит К латинскому Natio Обозначает А Племя Самый ранний Тип Этноса Группа Людей Объединенных Общностью Происхождения Языка И родовых Отношений Основной Признак Племени Его деление На роды И группы Родов Обычно Племя Имеет Свою Территорию Начатки Экономической Общности Племенное Самосознание Общий Язык Обычай И тому Подобное А также Племенное Самоуправление Как показывают Этнографические Исследования Генеалогия У племен Даже не знающих Письменности Весьма Гибко И быстро Приспосабливается К политическим Обстоятельствам Поэтому Племена Являются Прежде всего Политическими Союзами Как пример Этого Объединение Во время Великого Переселения Народов Групп Различного Происхождения В племена Центром Кристаллизации Нередко Является Некий Предводитель Считавшийся Позже Родоначальником Всего Племени Или его Потомки Племена Объединяла И вера В происхождение От какого Либо Божества Так Например Считали Германские Племена Алиманов И Лангобардов Зачастую Племена Располагали Легендой Собственного Этногенеза Повествующий Как и почему Возник Их Племенной Союз И как Сложились Признаки Отличающие Их От иных Племен Нередко Существовали И легенды Как Собственно Племя Ведомое Божеством Попало На свою Землю Б Народ Человеческая Общность Возникающая В результате Объединения Близкородственных Племен Отличающихся Общностью Ряда Признаков Языка Культуры Религии Территории Исторического Прошлого Так В 12 Веке До Новой Эры В Эрецисраэль Из 12 Родственных Племен Сложился Еврейский Народ А через 1800 Лет В 7 Веке Новой Эры На территории Аравийского Полуострова Из родственных Племен После принятия Ислама Сложился Арабский Народ Слово Народ Синоним Термина Этнос В Нация Человеческая Общность Возникающая В результате Длительного Сосуществования Людей В рамках Одного Государства В ходе Которого Вырабатываются И усваиваются Общие Нормы И правила Жизни Мифы И взгляды На историю Если Заглянуть В современную Справочную Литературу То мы Обнаружим Унаследованную От первой Американской И великой Французской Революции Характеристику Нации Как совокупности Граждан Какого-либо Государства Вне зависимости От их Этнического Происхождения Льюис Генри Морган Считал Что существует Естественная Цепочка Развития От семьи К роду От рода К племени От племени К народу От народа К нации Государства Для европейской Феодальной Элиты Не случайно Отсутствовало Понятие Нации И не играло Никакой роли Национальное Происхождение Его подданных Являвшихся Резидентами Его Лена Лен Феодальное Владение Находящееся В собственности Подданные Как и территории Рассматривались Только как Ресурс И источник средств Которые с них Можно было получить Показательно Что Лен В обмен На присягу Верности Феодалу Более высокого Уровня Обменять Подарить Завещать И даже Продать Когда в Европе В девятнадцатом Веке На смену Феодальным Государствам Приходят Государства Буржуазно-бюрократического Типа То возникает Концепция Построения Национальных Государств Европа Отечеств При этом Речь идет О государствах Как оболочках Нации А не народов Сложившихся В рамках Государственных Структур Феодальной Европы Соответственно Разрыв Существовавших Ранее Феодальных Империй Идет Только по тем Швам Где были Только Феодальные Связи Где не было Никакой Гражданской Национальной Общности Пример Испания И Нидерланды Были частями Одной Империи Габсбургов Но никогда Не имели Никаких Связей На уровне Общества Результат Нидерланды Первое Независимое В Европе Постфеодальное Государство В рамках Сформированного В Европе Понимания Наций Как исторически Сложившегося Конгломерата Населения Феодальных Государств Был Сформулирован И выдвинут В начале 20 века Президентом США Вильсоном Принцип Права Нации На самоопределение Как основополагающий Принцип Международного Права Вильсон Имел ввиду Право Сформировавшихся Наций Европы Входящих В состав Австро-Венгерской И Оттаманской Империй На существование В качестве Независимых Государств При этом Никто не считал Что этот Принцип Позволяет Каждой Национальной Группе Народу Не сформировавшему Свою Нацию Претендовать На создание Своего Государства Путем Расчленения Уже Существующего Государства Характерно Что для Азиатских Частей Распадающейся В результате Войны Оттаманской Империи Не предусматривалось Права На образование Самостоятельных Государств Государства На месте Оттаманской Империи Должны были Возникнуть В результате Длительного Процесса Развития Под протекторатом Цивилизованных Государств Большевики Подхватили Этот же Принцип Права Нации На самоопределение Доведя Его До Абсурда Ради Разрушения Российской Государственности Они Провозгласили Право Каждой Этнической Группы Народа На самоопределение Вплоть До Отделения Однако Взяв Власть В России Большевики Забыли О реализации Этого Принципа Реально Создав Сильное Централизованное Государство С декорацией В виде 15 Квазинациональных Республик При наличии Более 120 Народов Населявших Территорию Страны Показательно Что вслед за Большевиками В 60-е Годы 20-го Века Этот принцип Подхватили Европейские Либералы Для понимания Всех коллизий Взаимоотношений Человек Народ Нация Следует Помнить Что Как показывает История А Каждый Отдельный Человек Может Естественно Войти В родоплеменную Группу Или народ По факту Своего Рождения Б Каждый Отдельный Человек Может Войти В родоплеменную Группу Или народ Если его Принимают А он Принимает Свойственный Им Комплекс Представлений О жизни И нормах Жизни В Народ Народ Войти В группу С другими Народами И сформировать С ними Одну Общую Нацию Государства На базе Сформированного Или навязанного Консенсуса Г Нация Может Может Поглотить И ассимилировать Другие Народы Или Их Представителей В случае Принятия Ими Присущего Нации Комплекса Представлений И норм Общежития Д Нация Не может Войти В состав Другого Народа Она По своей Сути Имеет Более Высокий Порядок Внутренней Сложности Е Нация Не может Войти В состав Другой Нации Ибо Это Означает Уничтожение Одной Из Наций Специфика Нации В том Что Только Факт Рождения Не делает Конкретного Человека Реальной Частью Нации Чтобы Стать Частью Нации Человек Должен Усвоить И принять Некий Минимальный Комплекс Представлений И норм Выработанных Конкретной Нацией Подзаголовок О формах Реализации Права Нации На самоопределение И создание Своего Государства Право Нации Самим Решать Свою Судьбу Ясно Изложено Уже В Декларации Независимости США 1776 Год И в Декларации Прав Человека И Гражданина 1789 Развернутая Теория Национального Государства В кавычках Изложена Фихте В речах К немецкой Нации 1808 Форма Реализации Этого Права Создание Своего Государства В соответствии с базовой Нормой Конвенции Международного Права Конвенция о правах и обязанностях Государств Конвенция Монтевидео Государство не может быть создан решением какой-либо международной организации страны или группы стран Новое государство может возникнуть только в результате его провозглашения представителями силы осуществляющей реальный контроль над территорией провозглашаемого государства то есть международные нормы подчеркивают примат силы при создании государства Сила является ведущим условием решающим вопрос о суверенитете при столкновении с внешними силами Сила является единственным реальным обоснованием права на суверенитет при решении внутренних проблем и прежде всего права на суверенитет История показывает что норма эта универсальная только источники этой силы у авторитарных и демократических государств разные Этому соответствует и многовековой опыт который показывает что вопросы формирования авторитарных государств решаются только силой носителя суверенитета подавляющего как внешнюю агрессию так и конкурентов а также постоянно возникающее стремление к сепаратизму только после того как подданными приобретается длительный опыт сосуществования и большинство людей осознает традицию существования в рамках сформированного государства как норму в кавычках жизни исчезает необходимость в явно выраженной силовой составляющей обеспечивающей сохранность государства и его целостность в рамках европейской конституционной модели странами с наиболее благоприятной и стабильной внутренней ситуацией являются те из них в которых установлению современных форм государственности предшествовал длительный период их существования в жестких авторитарных условиях характерно что принятие документов фиксирующих нынешнее конституционное устройство этих стран осуществлялось после того как этими странами были решены проблемы их территориальной целостности и территориальной обособленности вопросы формирования самосознания лиц населяющих страну как граждан этой страны история показывает что эти вопросы решались всеми странами только на основе применения или угрозы применения реальной силы без ограничений существующих в сегодняшних конституциях в виде прав и свобод граждан в кавычках качественно иная модель формирования у демократических государств связано это с тем что в авторитарных государствах по определению нет граждан как носителей суверенитета источника и основы власти в государстве там есть подданные корень этого слова дань подданные это платящие дань суверену верно подданные и неверно подданные но подданные они граждане хотя они иногда так высокопарно называются граждане есть только в демократических государствах ибо они носители суверенитета они не платят дань суверену ибо сами являются сувереном они совместно на выработанных ими условиях содержат свое государство соответственно в демократических государствах лица находящиеся вне консенсуса граждан лица не несущие установленные гражданами обязанности и повинности не могут являться гражданами у несуществующего государства нет граждан гражданин это продукт договорных и закрепленных юридических отношений с другими гражданами о сути и законах их государства проще говоря гражданин возникает как продукт договора об условиях общежития в шлюпке сама сущность государства в котором носителями суверенитета являются граждане требуют наличия между ними консенсуса по принципиальным базовым характеристикам своего государства и нормам его функционирования авторитарному государству никакой консенсус граждан не нужен суверену нужно подчинение и дань подданных соответственно подданные платящие дань и не поднимающие угрожающий суверену бунт могут говорить что угодно и быть кем угодно полный плюрализм и безбрежная свобода слова до тех пор пока она не создает рисков для суверена классическая свобода висельника в кавычках более того естественный антагонизм между разными группами подданных только укрепляет власть суверена он является хорошим обоснованием силовых методов подавления при демократии при отсутствии консенсуса между носителями суверенитета неизбежно возникновение гражданской войны в результате которой носители позиции неприемлемой большинству уничтожаются или принуждаются к принятию консенсуса господствующей группы примером такой политики являются США одно из немногих демократических государств мира после окончания войны за независимость США все сторонники британской империи Тори 300 тысяч человек были изгнаны в Канаду вместе со всеми своими домочадцами и родственниками их политические воззрения были признаны несовместимыми с правом даже жить в США в середине 19 века в США возникают разногласия по поводу полномочий федерального центра и штатов так называемый биль аннулификации принятый южными штатами разрешаются они гражданской войной в которой побеждает федеральный центр и поддерживающие его штаты результатом является практическое политическое и экономическое уничтожение штатов противников центра значительная часть наиболее активных южан вышивших в ходе войны бежит в Мексику и Канаду во избежание гражданской войны демократическое государство должно превентивно лишать права влиять на власть всех лиц находящихся вне общественного консенсуса и удалять за свои пределы всех лиц не принимающих установленные нормы и противодействующих им подзаголовок вместо заключения что такое демократическая система государственного устройства основа демократической системы гражданин избиратель электор его воля источник власти он носитель суверенитета при демократии чтобы иметь права гражданина надо а быть лично независимым человеком способным принимать решения и отвечать за их последствия б разделять базовый комплекс норм и идеи граждан государства соответствовать установленным ими критериям подтверждая это присягой на верность созданному ими государству в выполнять возложенные на гражданина обязанности и повинности в соответствии со всем вышеизложенным демократическая государственная система характеризуется следующим а первичным носителем суверенитета является гражданин избиратель точнее их совокупность б право быть гражданином избирателем сопряжено с необходимостью соответствовать установленным другими гражданами критериям и выполнением установленных ими обязанностей и повинностей в суверенитет государства возникает как результат делегирования гражданами части своих суверенных прав учреждаемым им институтом в силу этого государство не обладает никакими суверенными правами над гражданами действуя государство выступает в роли агента граждан реализует установленные ими нормы и требования г полномочия государственных институтов определяются установленными гражданами законами и нормами не могут действовать никакие законы и нормы не принятые гражданами или не утвержденные уполномоченными гражданами институтами д системы государственных институтов представляют собой совокупность независимых структур законодательная исполнительная судебная органы поддержания порядка и так далее призванных осуществлять оперативное управление государством в интересах избирателей и контролировать деятельность друг друга каждая из них формируется гражданами путем выборов и подконтрольно гражданам прямо или в лице созданных ими институтов конкретные формы организации государственных структур нормы и процедуры их деятельности устанавливаются гражданами на основании договора между ними